Особое мнение на 101FM Дело в том, что вы знаете всю историю про фракцию КПРФ Да, конечно Я думаю, что и слушатели наши прекрасно знают На сайте ЗАГС собрания фракция КПРФ выложена в составе четырех человек То есть четыре человека, как было, так и осталось Но принимает решение один человек Это ее руководитель, которого мы не признаем официально И он от имени фракции заявляет, что он не будет участвовать в этом голосовании И поэтому сегодня, наверное, было бы неправильно Если бы я сказал, что фракция вся, фракция КПРФ, не участвует Нет, мы наоборот, вместе со своим коллегой Сандаловым будем участвовать в заочном голосовании Хотя, честно скажу, что это путь, который, наверное, неправильный Потому что нельзя все сводить только к тому, что высылаются некие документы И ты одобряешь или не одобряешь Все равно эти документы должны обсуждаться Тем более, вот то, что выносится сейчас на обсуждение, на голосование Это очень важные документы И когда их просто так скользко пропускает сквозь, так сказать, ЗАГС собрание На мой взгляд, это неверно Вы чувствуете, что вас лишили возможности высказаться? Ну, конечно, в какой-то степени да Потому что, на самом деле, это неправильно Я говорю, что любой документ, который выносится на ЗАГС собрание Он должен обсуждаться Обсуждаться со всех сторон Разные точки зрения должны быть высказываться Разные политические силы имеют, поэтому, наверное, свои какие-то видения А сегодня нет Сегодня все молчком Тихонечко принеси Вот сейчас я должен зайти в ЗАГС собрание И заполнить некий бюллетень Но, тем не менее, вы согласились участвовать? Да, я согласился участвовать Ну, потому что, с другой стороны, я должен выразить свое отношение Если я промолчу, значит, я промолчу Не участвую, значит, мое мнение нигде По крайней мере, я выражу это мнение Тем более, что голосовать я буду против этих документов Так что, вот, такая моя позиция Вот это, кстати, интересно, мы об этом поговорим А вот эта форма заочного голосования, как вы считаете? Она, вот, Роман Титов в своем телеграм-канале написал, что Она, ну, в какой-то мере экономит бюджетные средства Потому что депутатов не нужно вызывать Не нужно оплачивать им проезд Не нужно оплачивать проживание тем депутатам, которые живут там далеко Вот она приживется или нет все-таки? Немного лукавит Какой проезд, каким депутатам оплачиваться, я не знаю Я знаю только вот несколько буквально депутатов, которые приезжают из-за пределов города Кирова Да и то они ездят на своем транспорте И никаких денег, ведь вообще-то никто не получает И говорить о том, что это экономит средства в каком-то... Ну, бог ее знает То есть для бюджета и на бюджете это никак не... Да нет, это все очень минимальные расходы, которые ничего не дают, так сказать Тем более, что расходы на содержание ЗАГС Собрания, они и так сократили изначально Ведь для того, чтобы, на мой взгляд, опять же, для того, чтобы ЗАГС Собрания работало эффективно И каждый депутат эффективно работал Он должен пользоваться какой-то поддержкой Раз его избрали, значит, он имеет возможность Хотя бы элементарно ту же бумагу приобрести Оплатить те же телефонные разговоры Ну, тот же проезд, может быть, где-то оплатить Но сразу же... Это мы говорим о тех компенсациях, которые в 2016 году были отменены Да, которые были сразу отменены То есть, о чем тут можно говорить? Поэтому этот аргумент не самый важный, на мой взгляд Вы сказали, что будете голосовать против вот этих вот двух законопроектов Это я напомню слушателям Речь идет о двух проектах федеральных законов, в которых ЗАГС Собрания должно дать отзыв Да, дать отзыв И, в общем-то, законопроект, вернее, закон, проект федерального закона о молодежной политике Там расширяется понятие, вернее, возрастная Да, возраст молодежи сдвигается вверх с 30 до 35 лет Да, да Вот я хотела спросить, если вы голосуете против То есть, вы считаете, что вот это вот увеличение возраста, оно ничего нам не даст? Понимаете, вот вроде бы, что такое государственная политика, молодежная политика? Во-первых, надо понимать, для чего направлена и на что направлена государственная молодежная политика Вот давайте сравним, в свое время в Советском Союзе, в СССР Молодежь старались быстрее ввести во взрослую жизнь То есть, привлечь ее к участию в общественной жизни, в государственной жизни, так сказать, в строительстве экономики и так далее И поэтому, не случайно, еще основатель нашего государства, тогда советского Он на третьем сезе комсомола и сказал очень мудрые и важные слова Молодежь должна учиться, учиться и учиться Учиться, прежде всего, чему? Она должна овладеть всей суммой знаний, которым выработало человечество Чтобы потом применять эти знания на практике В строительстве того общества, нового, которое было Потом, позднее, эту же мысль подчеркивал Сталин, что молодежь должна учиться Ну вот, а у нас теперь политика государственная в отношении молодежи, она как-то другая стала, на мой взгляд Почему? Ну, вспомните слова известного министра образования Фурсенко, который говорил, что зачем нам молодежь? Нам нужна молодежь в качестве потребителя, а не в качестве человека, который бы эффективно, так сказать, трудился и так далее То есть, вот в этом отношении политика и государство должно определять эту государственную политику в отношении молодежи Как раз я понимаю, что новый законопроект вносится, соответственно, все вот это перестраивается А вот эти 35 лет, давайте процедуем про эти 35 лет Ведь, конечно, право в том, что, или я хотел бы выразить ту мысль в том отношении, что молодежь это самая активная часть общества То есть, она должна участвовать активно в строительстве того общества, в котором она живет Развивать экономику, образование, здравоохранение и так далее Без молодежи мы никуда И в то же время, вот в этом законе, чем мотивируется необходимость повышения возраста молодежи? Тем, что якобы сегодня молодежь стала какая-то такая очень неактивная, невосприимчивая и так далее, и так далее, инфантильная И вдруг эту инфантильность теперь еще решили продлить на 5 лет Вместо того, чтобы молодежь вовлечь быстрее в развитие, они ее отодвигают Ну, то есть, взять количество Да Какое количество? Вот человек Я прочитала, что количество молодежи увеличится вот после принятия с 12 миллионов до 41 А что от этого толку? Если это молодежь, она неактивна, она не берет на себя никакую ответственность Ну, вот я говорю, что активность увеличивает за счет количества, то есть будет больше таких уже людей Нет, наоборот, вот если уже до 30 лет человек как занял неактивную жизненную позицию, так и в 35 лет она не появится И после 40, и получается такая, что молодежь мы исключаем из активной жизни Ну, не всю же, конечно, молодежь мы исключаем, но мы стремимся вот этим законопроектом как бы принизить ее роль А хотя, наоборот, ее надо эту роль повышать Каким образом? Как? Кстати, еще противоречие какое есть Вот я вчера внимательно почитал для себя, подумал, вот 18 лет человек, уже на него накладывается очень серьезное обязательство Служба в армии, 18 лет Дальше он заканчивает высшее учебное заведение примерно где-то в 25 лет То есть он уже становится специалистом Но если он в 18 поступит, то он в 23, наверное Ну, пусть, там по-разному, 23-25 лет Он становится уже специалистом, он должен набираться опыта, как говорится, совершенствовать свои навыки профессиональные И дальше начинается пора зрелости И он уже зрелым человеком, зрелым специалистом приходит, так сказать, и работает всю, там, до пенсии, получается Теперь же есть молодежь, которой 14 лет, и есть молодежь, которой 35 лет Разрыв между ними в два раза Какие сегодня, как их сблизить, вот эти два, так сказать, возраста У них совершенно разные интересы, зачем это делать сегодня И совершенно другой взгляд на жизнь Да, и поэтому то, что сегодня у 14-летних взгляд и у 35-летних, они доживут до 35 лет, у них будет совсем другая, так сказать, отношение Ну, то есть универсального рецепта тут нет Нет, и поэтому было в свое время в Советском Союзе, молодежь считала с 14 до 28 лет, сейчас до 30 лет Мне кажется, что это разумно, это не надо увеличивать И то, что закон сегодня мотивирует принятие этой поправки к тому, что увеличить возраст молодежи до 35 лет Тем, что государство будет активнее поддерживать молодежь, и она будет пользоваться как раз вот тем, что государство в состоянии ее поддержать Ну, вот мерами поддержки, государственные Да, мерами поддержки А кто мешает сегодня, не увеличивая ничего, просто помогать молодежи становиться, молодой семье становиться и так далее Там эти вот все понятия, молодежь, молодая семья и так далее Кто мешает? Ведь никто же не мешает То есть меры поддержки могут быть расширены на там, на людей до 35 лет И даже там не обязательно Конечно, зачем это делать? Поэтому я считаю, что это просто профанация И это та политика, которая началась сразу же после того, как Россия стала капиталистической Политика молодежная поменялась, она идет не во благо, а во вред сегодня молодежи Сегодня молодежь, почему она стала инфантильной? Так, а кто развратил сегодня молодежь? Наши средства, массовая информация, особенно на телевидении, каждый день, божий Вот я сейчас, у меня времени больше стало И ведь посмотреть, извините, в последнее время Кроме того, как ментовские войны Дальше кто у нас там еще идет Один сериал за другим Кровь, убийство, измена И все это идет на глазах Поэтому где же молодежи брать пример? Где доверить? В свое время молодежь строила города Вся Сибирь была отстроена молодежью Комсомол сколько орденов получил за то, что активно участвовал в жизни государства? За что сегодня молодежи ордена давать, если ее не допускают ни к чему? Поэтому это очень опасная поправка Я считаю, что ее ни в коем случае принимать нельзя Ну хорошо, может быть без поправки Но вот в пояснительной записке в целом к законопроекту говорится Что он позволит выстроить новую систему государственной власти Вот именно в сфере молодежной политики Так вот эта новая система выстраивается Она будет как-то перестраиваться, раз вы посмотрели законопроект Там есть об этом что-то? Там, где у нас же действует закон От девяностоя какого-то, третьего лица В принципе, по большей части Закон переписан в этой ситуации И потом, ведь я еще раз подчеркиваю, что каждая политика, она имеет определенную цель И эта цель должна на что-то быть направлена Вот если бы это была цель направлена на то, чтобы активизировать молодежь Увеличить роль молодежи в государстве Сегодня у нас демография провалилась совершенно Кто будет ржать детей? Старички не родят сегодня Старшее поколение свои обязанности, как говорится, родительские выполнило А молодежь, говорят, ну, ребята, 35 лет и все молодые Потерпите, не плащите Все будет Терпишь, терпишь А дальше неизвестно, что будет Поэтому я думаю, что у молодежи нет резона себя, так сказать, считать еще молодыми После 35 лет, так сказать Там некоторые предлагают до 44 лет считать молодежью Поэтому вот какой-то такой взгляд на эту проблему И я подумал, подумал, что голосовать я за никак Просто совесть мне не позволяет это сделать Давайте еще немножко поговорим про социальные лифты Вы говорите, там, задача государства сделать молодежь активнее Конечно А вот эти социальные лифты, когда молодежь всерьез может претендовать Не знаю, на какие-то там места в органах исполнительной власти Законодательной власти Они сегодня работают, вот эти социальные лифты Чтобы молодежь действительно могла куда-то пробиться Ксения, вот интересная вещь Позавчера выступал президент по поводу вот этого Этой новой вакцины, да? Да И он там заговорил, что нужно поддерживать малокомплектные школы Это все правильно, их надо поддерживать Но меня насторожила такая вещь Что у нас есть элитные школы А есть школы для бедных Школы для бедных, что вы имеете в виду? Которые где-то в районе? Которые учатся дети бедных людей Школы для бедных Поэтому у нас сегодня уже общество разделилось Как бы есть элита Есть, так сказать, низшие слои И поэтому отсюда говорить о том, что Вот эта политика, молодежная политика Направлена на то, чтобы вся молодежь одинаково И к ней государство одинаково относилось Оно уже не просматривается Поэтому я считаю, что ничего из этой политики не получится А потом, посмотрите Молодежь лишили общественных организаций Вот в то время были пионерские организации Комсомольские организации Они участвовали в жизни молодежи В жизни государства и так далее С ними считались Их мнение спрашивали сегодня Где какая у нас есть такая общественная организация Молодежная С мнением которой бы считалось государство Или там общество Я вот такой не знаю Вот была Росмолодежь Но не знаю, честно говоря А почему эти молодежные организации Их создавалось ведь много Помните, всяких молодых гвардий Появлялась и так, и прочее А потому что любая организация Она живет до тех пор Пока перед ней есть какие-то значимые цели Если цель есть И все члены этой организации согласны С тем, чтобы двигаться К достижению этой цели Организация живет Но как только ее не встает этой цели Она распадается А какие сегодня цели Перед нашей молодежью Кто поставил Вот в этой молодежной политике Никаких целей перед молодежью не стоит Никто не ставит Вот и все То есть цель должно поставить государство Ну, государство, которое ведь Это вектор наметит Да То есть оно сегодня организует Всю жизнь нашего народа Государство это И поэтому, естественно Что оно должно действовать В интересах народных масс Оно и должно поставить Прежде всего, задачи перед всеми категориями населения В том числе и перед молодежью, я считаю А перед ней никто ничего не ставит Наоборот, молодежь разобщается Сегодня воспитывается индивидуализм И так далее И так далее И поэтому отсюда Вытекают очень такие печальные Достаточно То есть законопроект требует доработки серьезной? Я считаю, что ее надо очень серьезно обсуждать И вот протаскивать таким образом Как они сейчас пытаются это сделать Это неправильный подход Это вот становится уже у нас Такой, знаете, как бы Привычкой Что любой законопроект Который спускается там сверху Он протаскивается легко Все голосуют, не задумываясь И все прочее Потому что, ну, есть большинство В числе, так сказать Тем более, когда депутаты Имеющие свое экспертное мнение Не могут его высказать Конечно И получается, что в итоге вот это И не случайно, мне кажется Специально голосуют вот таким образом Как сейчас Все это делается Заранее продумывается Давайте к другой теме перейдем Тоже касаемо законодательного собрания Инициатива Романа Титова О сокращении списочников В стенах Захсобрания Планируется их уменьшить на 14 человек И будет вместо 54 человек Вернее, 54 депутатов Которые есть сегодня Если инициатива будет принята Будет их 40 Вы эту тему комментирую В нашем эфире Сказали, что у вас пока нет Не сложилась Да, за или против Но когда вы обдумываете эту инициативу Вы себе как объясняете плюсы Как объясняете минусы Вот попытаемся Давайте разобраться Во-первых Надо сразу задать себе вопрос, наверное А кому выгодно вот такой шаг Кому выгодно сокращение Количества депутатов Я считаю выгодно той партии Которая сегодня занимает Властные, так сказать, позиции То есть, которая находится у руля Государственной и общественной жизни Почему? Потому что так сложилось Что По власть И на выборы Идут люди Которые сегодня Имеют очень серьезные доходы И вот Я не забуду эпизод Это было в 2016 году Когда Мы обсуждали Вот эти Отмену всех этих льгот Не льгот, а Компенсации Компенсации И тогда Я помню Я выступал И говорил Как же так Руководство Зак Собрания Должно наоборот Создавать условия Для того, чтобы Депутаты могли Достойно выполнять Так сказать Свои депутатские Депутатские обязанности И один из депутатов Мне ответил так А если у тебя В кармане Ничего Руи нет Ты нищий А зачем ты сюда пришел То есть По-моему Как раз была Автор инициативы Ну я не буду Говорить сегодня Кто там был Вот Факт то Что это было И поэтому Сегодня Если посмотреть На состав Зак Собрания То там Конечно Люди далеко не бедные И естественно Они участвуют В выборах А в основном Они участвуют В округах Они имеют Больше возможностей И так сказать Пообещать И соответственно С пропагандой Тут у них проще Все эти Атрибуты Так сказать Они могут подготовить За свои собственные Может быть даже Ну или Какие там деньги А люди Которых нет В кармане ничего Идти очень сложно Потому что Пробиться в эфир На странице Печати И так далее Это очень сложно Поэтому Когда вот я Вы меня спросили Тогда Это было достаточно Неожиданно Я в общем-то Задумался Думаю Ну а откуда Все же ноги растут А понятно Откуда они растут Но для чего Мне кажется Одна из таких причин Это то Что уменьшить Влияние Оппозиции Сократить число Людей Которые идут По спискам И так далее Во-первых У нас избирательная система И так очень несправедлива Она негуманна Так скажем Мягко Потому что Одна партия имеет Больше всяких возможностей Другие Наоборот Меньше И если уж Говорить о том Что нужно Совершенствовать работу Допустим Законодательного органа То надо Наверное Смотреть Шире И глубже Нельзя Только Сократив число Депутатов И сократив Расходы На Собрание Считать Что все Все сделано И все будет В идеале Да это как раз Неправильно Наоборот Мне сегодня Кажется Что Депутат Должен Очень Ну Быть солидно И подготовленным И в то же время Вот у нас Сложилась Такая практика Что Любой Пришедший Зак Собрания Он что-то Обещает У него что-то Просят Хотя в принципе Сегодня Депутатская деятельность Стала другой По содержанию Депутат в первую очередь И это кстати записано В положении Зак Собрания Он должен в первую очередь Заниматься Законотворчеством То есть он должен Изучать Проблематику Которая Живет общество И соответственно Реагировать На каждую Возникающую проблему Необходимыми Законопроектами А сегодня Ведь этого не происходит Сегодня как раз Все законопроекты Готовятся Или правительству По сути дела В большинстве случаев Или идут Спускаются сверху А роль Зак Собрания Отводится Только к тому Чтобы вот так Проштамповать За или против За или против Ну и тем самым Как бы выражается Воля Тех избирателей Которые не представляют Хотя на самом деле Совсем далеко не так Поэтому я считаю Что если думать О совершенствовании Работы Законодательного Собрания Нужно прежде всего Подумать О внесении Очень серьезных Изменений В избирательную систему Ведь сегодня Есть несколько партий Которые официально Признаны на уровне Государства Парламентские У каждой Из этих партий Есть своя Программа Но почему Прежде всего И должна быть Борьба Идей Борьба Программ То есть Народ поддерживает Ту или иную Программу Если народ Поддерживает Сегодня капитализм Ну все Остальные Как говорится И приходится Соглашаться Но если народ Сегодня поддерживает Другую Так сказать Идею То тогда Извините Этой идее Не надо глушить А надо дать Равные возможности Той партии Которая завоевала Большинство К сожалению Этого нет И еще бы я Тут Мысль Такую подчеркнул Что У нас происходит Сегодня Ну такое Вот назначение Губернатора идет сверху Он не избирается Избирается вернее Но сначала Назначается Так сказать Предлагается президент Так скажем Хотя нужно Чтобы это все Шло снизу То есть Вдвигался Доказывал Что он будет делать Для народа Данного региона И затем Получал или не Получал поддержку Соответствующего Так сказать Народа Но к сожалению Вот это идет не так И поэтому И правительство Надо сегодня Формировать Из членов Той партии Которая выиграла Выборы Если она выиграла Если она Прозгласила Какую-то политику Сегодня у нас так и происходит Сегодня так и происходит Ну оно происходит Но не потому что Так вот Народ хочет А потому что Это происходит Сила определенных обстоятельств А надо чтобы это было На уровне выборов Состязательность Вот это Если в результате Честных выборов Побеждает та или иная Политическая сила Она и получает Право проводить Внутреннюю политику То есть если я правильно Поняла Мы говорим о том Что вот эту инициативу Вообще законодательно Оформлять не нужно Разговаривать об этом Не нужно И это точно не Способ улучшить Работу законодательного Как говорится Ничего реального Не дает Тем более Выдвигается В качестве Аргумента Тот факт Что нужно сократить Расходы на законодательное Соборание Ну так Мы все сократили Мы сократили Оптимизировали медицину Сократили Так сказать Образовательную систему Что еще сократить Осталось Ну давайте сократим еще Органы исполнительной Законодательной власти И у нас совсем будет хорошо Денег не будет все равно Но все сократили Вы кстати говоря Когда тоже в нашем эфире Отвечали на вопрос Если сократятся Расходы на законодательное Собрание Куда их направить Вы сказали Что лучше оставить Законодательное собрание И ввести Несколько там Новых должностей Вот вы кого имели ввиду Нет Я не говорю должностей Я говорю Что нужно ввести Освобожденных 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 депутатов И я хотела спросить Это все таки речь идет О председателях комитетов Или введении Дополнительных У нас сегодня Могут введиться Ставки Освобожденных Председателей комитетов А надо вводить Некую долю Так сказать Депутатов Которые изъявили желание Допустим Работать на полном Не по совместительству Как говорится А полностью отдавать Себя этой работе А почему бы Не дать возможность И этим депутатам То есть это лучше будут Лучше председатели комитетов Чем вице-спикеры Например Когда вот По модели прошлых лет Когда у нас была У каждой фракции Был свой вице-спикер Лучше не поэтому Нет Это тоже полумера Надо именно Чтобы было больше Тех депутатов Которые имеют И работают На профессиональной основе Вот тогда То есть И не важно кто это И не важно кто это Это не важно Так сказать Должность какая Это депутат Который работает На профессиональной основе Есть представитель комитета Есть так сказать Там еще Должностные лица Так скажем А есть депутаты Которые работают На профессиональной основе Потому что ведь Эта практика Она не новая Она есть В большинстве стран Так сказать И депутаты на самом деле Так и работают Но у нас, к сожалению, этого нет. И это плохо, потому что это сужает возможности ЗАГС Собрания. Анатолий Михайлович, давайте уйдем на перерыв, вернемся и немного еще эту тему продолжим. Хорошо. Возвращаемся в студию. Особое мнение сегодня высказывает депутат областного законодательного собрания Анатолий Чурин. Мы продолжаем обсуждать инициативу сокращения численности депутатов-списочников ЗАГС Собрания. И, Анатолий Михайлович, я хочу вас спросить вот о чем. Когда Роман Титов был в нашей студии, он говорил, что один из аргументов снижения депутатов-списочников — это некая борьба с молчанами. И почему-то в его глазах списочники были менее активны. Опять же, в нашем эфире Владимир Костин сказал, что он провел такую некую аналитику, и его статистика показывает совершенно другие цифры. И говорит о том, что, наоборот, депутаты-списочники более активны. Вот вы как, кто, по вашему мнению, прав, и как вы оцениваете активность депутатов? Я однозначно скажу, что не прав Титов, потому что вот по работе в двух комитетах, где я работаю, в комитете по социальному и комитет второй, Второй, конечно, меня всегда поражало, и я не скрываю, могу сказать, что представители «Единой России», как правило, отмалчиваются. А вот депутаты-списочники, они стараются высказать свою позицию. И они, как правило, занимают несколько иные позиции, и они всегда стараются их высказать. А «Единая Россия», имея большинство, они отмалчиваются, приходит время голосовать, они молча голосуют, и в итоге все молчаливое, так сказать, большинство принимает эти решения. Поэтому на сегодня мне кажется, что это уже такой анахронизм, который просто не позволяет развиваться. И если дальше это все будет продолжаться, то мы просто далеко зайдем. Ну, а вот это сокращение, оно поможет в борьбе с этими молчанами? Ну, само по себе сокращение, я не знаю, чему оно поможет. Оно поможет только к тому, что если вот при общей численности, если сегодня 54 у нас, сократить до 40, 14 депутатов убрать, это как раз сегодня оппозиция. Вот все ее убрать, то тогда совсем будет хорошо. Тогда никаких проблем не будет ни у кого. Вот и все. Тогда им и вообще говорить не о чем будет. Потому что можно молчать, голосовать, нажимать на кнопку, и есть разговор. А скажите еще, пожалуйста, вот что должно быть, на ваш взгляд, все-таки мерилом работы, эффективности работы депутатов? Там это законопроекты или это встречи с избирателями? Ну, то есть как нам вычислить вообще, кто активный, а кто неактивный? Я еще раз повторюсь, что на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, я же. На мой взгляд, сегодня роль депутата и особенности современного периода заключается в том, что он должен чувствовать постоянно, что требуется народу. Раз он представляет интересы народа, он, значит, должен постоянно быть в курсе того, что происходит. Что происходит, какие вопросы сегодня западают, какие, так сказать, проблемы нужно решать в первую очередь. И исходя из этого знания, этого понимания, общения с людьми, учитывая их мнение, выражая это мнение, он должен оформлять все это в виде, ну, не лично как бы он, это ведь может быть группа какая-то депутатов. Они должны постоянно оформлять эти вещи в некие законодательные акты. Ну, то есть от общения с избирателями и как следствие законодательной инициативы. Конечно, конечно. Если такой связи не будет, тогда очень трудно будет понять. И ведь вот сегодня, на мой взгляд, почему многие законопроекты у нас сырые очень проходят? Да потому что они не учитывают очень многие вещи. И отсюда, как только он принимается, начинает без конца носить поправки. Меняет это, меняет это. Потом, в конце концов, закон остается нерабочим. Давайте к другой теме перейдем. Чуть больше двух недель остается до начала учебного года. Несмотря на то, что ожидается, что он будет точным, разговоры и споры вокруг дистанционного образования не утихают. И вот во время своей прямой линии в конце июля Игорь Васильев сказал, что никогда не будем мы переходить на исключительно дистанционное обучение, что использовать его будут в качестве вспомогательного. Но какие, на ваш взгляд, вообще перспективы дистанционного образования? Можем ли мы на него перейти? Может быть, это какие-то отдельные предметы? Что вообще нас ждет в этом учебном году, на ваш взгляд? Здесь, понимаете, на мой взгляд, вот эта идея, брошенная в общество о дистанционном образовании, она очень совпала с коронавирусом. И вроде бы как естественно пошла в наше сознание. А ведь по большому счету... Ну, потому что это была вынужденная мера, и, в общем-то, по большому счету, больше ничего не было. Ну да. Да, так вот получилось. Хотя эти идеи о том, чтобы сегодня изменить подходы к образованию, они витают давно ведь. И сегодня, ну, если вспомнить высказывание того же Грефа, что зачем сегодня нужна математика в школе, там, детям и так далее, и так далее. Нужно пересмотреть историю, нужно, так сказать, многие вещи пересмотреть. Нужно ужать объем знаний, которые получают ребенок в школе, и так далее, и так далее. То есть возникает вопрос, а что, чем мешает сегодня образование? На мой взгляд, нужно образование наоборот развивать. Да, содержание нужно совершенствовать, потому что время меняется, без этого не обойтись. Но переходить полностью на дистанционку, это, конечно, было бы неправильно. И здесь вот надо сказать, что здравый смысл он все же возобладает. Вот я только что недавно прочитал интервью Сергея Сергеевича Кравцова, который давал там 10-го, по-моему, августа интервью. Он заверил, что никакого дистанционного образования быть не может. Что нужно все равно развивать общее образование. И это, в общем-то, порадовало. С другой стороны, он высказал еще одну очень интересную мысль, что будет видоизменяться национальный проект образования. Ведь, знаете, что в сегодняшнем варианте в национальном проекте делается упор на дополнительное образование. Считалось, что и так, и идеология такая была выстроена, что если мы будем развивать дополнительное образование, это и будет воспитание молодежи, это будет, в общем-то, поддержка молодежи. А сегодня позиция министра правильна, на мой взгляд. Он говорит, что нужно развивать общее образование. Нужно вспомнить о том, что есть ученики, а есть и есть учителя. И нужно дать тем и другим, одним учиться, другим работать. И поэтому сегодня вот пытаются решить очень, на мой взгляд, важную проблему. Освободить учителя от той бесконечной бумажной работы, которой занимается в последнее время школа. Многочисленные отчеты и прочее, и прочее. И министр объявил о том, что создается государственная информационная система «Моя школа». И эта государственная информационная система впитает в себя очень много информации от электронных дневников, электронных журналов. То есть она поможет учителю меньше заниматься специально. Да, то есть не нужно будет что-то изобретать. Это все будет сделано на уровне государства, единые подходы. И это все будет легко, как говорится, заполняться и так далее. То есть учитель получает некую возможность сосредоточиться именно на том, для чего он и предназначен. Но это вот, на мой взгляд, очень важная вещь. И то, что дистанционное образование, оно все равно, раз появился такой очень мощный аргумент, как интернет, как компьютер, конечно, мы не можем отказаться от него. И ведь не случайно в свое время дистанционное образование предлагалось только для детей, которые не в состоянии были посещать школу. Ну, например, отдаленные территории или там по состоянию здоровья. Да, отдаленные территории и, прежде всего, больные дети. Ну, по состоянию здоровья, да. И вот началось это все. Я занимался этим непосредственно. Мы создали, вот создали такой центр дистанционного образования. И этот центр, кстати, хорошо работает до сих пор. И я помню, как-то раз я был на дне первого сентября. И приехали родители из других стран. В частности, приехали дети из Китая. Родители, чьи дети? Или они там работали в Китае, дети там были в свое время. И, оказывается, дистанционка пригодилась для изучения русского языка этим детям. Потому что там русский язык не преподавался. А чтобы не забыть его, надо... Но ведь это дополнительные дисциплины, не основные. Нет, ну, школа-то почему, так сказать, они просто учились за рубежом. И вот воспользуюсь такой... Ведь это независимо где. Можно хоть на Северном полюсе, но, пожалуйста, компьютер работает и можешь изучать. То есть здесь много очень плюсов, но в то же время, на мой взгляд, самый главный минус. Ребенок, он развивается. Он должен развиваться в общении, в коллективе. Он должен перенимать все лучшее, что есть у его товарищей. А с компьютером, извините, один на один, круглые сутки, ну, не знаю, что из этого вырастет. То есть дистанционное образование, мы от этого никуда не денемся, но в качестве основного оно... Да, оно должно сопутствовать и помогать. Вот в свое время, я не забуду, тоже был в Лицее естественных наук, и учитель проводила очень интересный урок. Урок, по-моему, экономической географии. И она рассказывала, как плавится сталь в Челябинске на одном из комбинатов. И представляете, дети, один сразу, мальчишка поднял руку и говорит, а как это? Она говорит, а сейчас посмотрим. И она включила онлайн передачу из Мартеновского цеха, где эта сталь плавится. И там все в естественном, как говорится, в виде показано, как это делается. У меня и взрослого человека, который не видел Мартеновскую печь, я тоже увидел. И до сих пор понимаю, как Мартеновская печь работает. Так что вот это очень важно. Обогатить вот таким образом, штрихами, такими возможностями у учителя появляется очень мощный инструмент. Но учитель должен к этому быть подготовлен. Его нужно научить и оснастить вот все эти уроки необходимым материалом. То есть не заменить, а дополнить обычное очное образование. Конечно, конечно. Вот тогда школа будет работать гораздо интереснее и эффективнее. Вот и качество образования повысится, на мой взгляд. А если мы будем говорить о дистанционном образовании, как о вспомогательном? Какие-то, может быть, предметы можно туда вынести? Ну, понимаете, вот для меня, например, очень интересно было услышать такую вещь. Вот студенты, которые обучаются в уже учебных заведениях, они, там же есть специальные предметы, и есть светила мировые, которые, так сказать, могут. И вот эти светила, они выкладывают свои лекции в открытый доступ. И я могу зайти и побывать на лекции вот этой знаменитости и услышать эти вещи новые совершенно, новые подходы, новое, так сказать, трактование тех или иных вещей. Вот это, на мой взгляд, тоже очень важно. И поэтому почему бы не пользоваться такими вещами? И можно учить, ведь, видите, интернет такие возможности дает. Можно миллион посадить и научить одному человеку. Это заманчиво. Сократить учителя и научить, так сказать, миллион. Но, с другой стороны, общество проиграет, если учителя не будут рядом с детьми. Вот в чём вопрос. Да, это ещё и включённость в процессы ребёнка в том числе. Так что воспитательная сторона здесь должна учитываться прежде всего. Ну, дистанционное обучение, вот мы сейчас сказали, что там включённость. То есть качество образования всё-таки в дистанционном, оно несравнимо с сочным. Ну, видите, должна быть, если ребёнок хочет добиться, у него должна быть мотивировка очень, мотивация. А в одиночку себя смотивировать на то, что нужно изо дня в день в системе идти и так далее, это очень непросто. И поэтому, а школа, она как раз и мотивирует, и она систематизирует эти знания, заставляет. А как проконтролировать знания ученика? Вот школа этим занимается. Поэтому есть плюсы, а есть минусы. Их не надо просто, так сказать, на них закрывать глаза. То есть дистанционка имеет право на существование. Но не более того, но не более того. На этом предлагаю особое мнение наше сегодня завершить. Депутат Законодательного собрания Анатолий Чурин был сегодня у нас в гостях. Анатолий Михайлович, спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Особое мнение на 101FM